Беларусь-1 Гомельскую область с рабочим визитом наведала группа экспертов Сусветного банка суместно с керавництвом Департамента по энергоэффективности Держстандарту Республики Беларусь. Делегация наведала шерах предприемства в деле обмеркования реализации суместных проектов повышения энергоэффективности на предприемствах Гомельской области и в жилево-коммунальной господарции. Керавник представительства Сусветного банка у Республики Беларусь Ян Чулким на посаде Амаль-2 месяцы. За этот час он поспел наведать 22 предприемства нашей республики. У Гомеля он уже третий раз. И вот его первый визит на посаде керавника представительства Сусветного банка. Он присвеченный подробязному ознамлению с промысловым потенциалом Гомельщины. У приватности замежных гостей текавили объекты, которые занимаются пытаниями повышения энергоэффективности и працуют на мясцовых видах палева. Мы реализуем целый ряд проектов. Это, прежде всего, проекты, которые касались большой энергетики. И мы начали новый проект 90 миллионов модернизации энергоисточников в жилищно-коммунальной сфере, работающей на биотопливе, то есть работающей на древесной щепе. Это будут 13 современных объектов, которые послужат, я надеюсь, дальнейшим примером для развития энергетики жилищно-коммунального хозяйства. У рамках визиту делегация наведала котельню жилево-коммунальной господарки Гомельского района, якая будавалася за сродки Сусветного банка. Сегодня она працует на мясцовых видах палева, дает тепло живому фонду агрогородка Яромена и объектам социальной сферы. И при этом дозволяет в два с половой разы экономить уживание природного газа. До речи обсталевании, которое тут установлено, вырабляется на белорусско-французском предприемстве «Камконт», на яким делегация ближе познайомилася с вытворчастью сучасного котельного обсталевания на Бия-Палеве. Сегодня предприемство, якое працюе у СЭЗ, наладило сбыт Украины ближнего и дальнего замежа. Великое уражение у гостей выкликау визиту один и у республицы Гомельский областный музей энергозбережения. Завершающим этапом насыщенного рабочего визиту представников Сусветного банка стало наведывание предприемства у флагмана у Гомельской области. Гомсельмаша и Добрушского фарфорового завода, уходе якого гости познайомилися с продукцией, технологиями и обсталеванием цехов, а так само с наибольшезначными досягненнями по питаниях энергоэффективности у вытворчасти. В Всемирном банке у нас уже накоплен опыт позитивной работы с Гомельской областью. У нас были проекты, направленные на помощь области преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в особенности в сфере энергосбережения. Я считаю, что мы не должны останавливаться на этом, а должны дальше продолжать работу в этом направлении. Тамара Бялицкая, Сергей Негеревич, Сергей Лукашук. Телерадиокомпания «Гомель». Сегодня названный новый владельник Кубка Беларуси по пожарно-воротовальным спорте. Пераможца вызначился после двухденных споборництвов, которые прошли на базе лицея при Гомельском инженерном институте Министерства по надзвучайных ситуациях. По яких критериях вызначали лепших, ведая Олег Синцюроу. Меньше за месяц тому тут проходили споборництвы по пожарно-воротовальным спорте помеж командами Гомельской, Бранской и Черниговской областей. И вот теперь сюда снова приезжают мощнейшие спортсмены. На протягу двухден на базе лицея при Гомельском инженерном институте Министерства по надзвучайных ситуациях свое мастерство демонстровали претенденты на Кубок Беларуси. С поборництвы такого узровня тут принимают не у першиню, а тому и организация ответная. В 2009 году вот эта база была построена и сдана весной в эксплуатацию. Летом к нам на сборы приехала сборная команда Республики Беларусь по пожарному спорту. Они готовились к чемпионату мира. Значит, потренировались. Очень им понравилась сама база, само покрытие дорожек. Значит, и они предложили, и в календарь соревнований на следующий год было внесено проведение Кубка Республики Беларусь по пожарному спасательному спорту в лице. У судейском протоколе девять команд от кожной в области и города Минска, а так само столичного командно-инженерного и Гомельского инженерного института у Министерства по надзвучайных ситуациях. Лепших возначают по выниках двух видов с поборництву. Это передольвание 100-метровой полосы с перешкодами и подъем по штормовой лестнице. Выники вельми отрозниваются. Нехто и до пешего разраду не наближается. Нехто литерально у одним кроку от сусветного рекорду. Подъем по штормовой лестнице бедае самый видовичный вид спорту. Спочатку не под на пробегте 30 метров, а потом трапить на четвертый поверх. Сусветный рекорд каля 13 секунд. Сегодня сборная Беларуси один из лидеров у засветном пожарно-вартовальном спорте. Кубок Беларуси для ведущих айчинных спортсменов. Один из этапов под рыхтовки даст поборництву больше высокого узровнем. Гомельчанин Владимир Стральченя завершая уздым по штормовой лестнице с выником 13.09. До сусветного рекорду не копая 1,3 секунд. Але на гэтом кубку лепший выник. Все элементы очень техничные и достаточно сложные. Не подготовленный спортсмен не выполнит все элементы. Так нужно и не покажет высокие секунды. Потому что не только технически нужно быть готовым, но и физически. С поборництву на Кубок Беларуси 2015 по пожарно-вартовальном спорте завершенным. Генеровый приз у команды Гродзенской области. Гомельчанин на гэтый раз только пятая. Алексей Мчаров, Игорь Маришенко, телерадо и компания Гомель. Гомельская группа «Бифолк» отправляется у Воронеж на международный фестиваль молодых музычных коллективов России и краин СНД «Фреш Саунд». На протягу двух дней наши земляки будут примать у делу концертах, присвеченных Дню города. До речи, селета вокалистка «Бифолка» Таисия Серикова, а так само выхованка Светлогорской народной эстрадной студии Лира Деяна Промашкова задоляли уразить журы популярного украинского шоу «Х-Фактор». На репетициях выканавцев побывала наш корреспондент Марина Северьянова. На грандиозном музычном форуме Гомельскую область представят только два творчие коллективы «Бифолк» и «Васаби джаз-бенд». До речи, вандронничать с концертами – любимая справа гомельской группы «Бифолк». За 15 годов основания менялися и его состав, и умовы деяності. Але головным заставался фольклорный накерунок выкананья. Звание народного это подтверждает. Миновата народная гучанья композиции, ее глубина и ширость уразили журы и глядача украинского шоу «Х-Фактор», на яким выступила вокалистка «Бифолка» Таисия Серикова. За день у Киеве журы прослухала каля 35 композиции. Песня «Туман яром», якую выканала Таисия, вайшла у пятерку лепших. Дзявчина спевала перед опошней. Эмоции до момента выхода на сцену досягнули максимального напруження. Подтримка глядачау и членов семьи надала сил, и да помогла увасти у шерах переможцев. У делу в таких конкурсах складанное выпробование, признается Таисия. В конкурсах я участвовала обычно редко. Страшно, страшно выносить на суд общественности свое творчество. Может быть, поэтому и многие музыканты, которые на самом деле очень талантливые, они остаются неуслышанными и неузнанными. С Гомеля наша здымочная бригада отправилась у Светлогорск. Тут у народной эстрадной студии «Лира» займается еще одна удельница популярного украинского шоу «Даяна Промашкова». 12 годов занятка у студии, и зараз ее музычные сдольности, вядомые далеко за межами Беларуси. У 2012 годе «Даяна» у складе трио «Дети солнца» вайшла у финал проекта песни для ее рабачення. Разгод заняла другое место посола вокали и первое у дуэте с Егором Шаранковым на международном фестивале «Земля под белыми крылами». У дел у фестиваля «Золотая пчелка» так само принес к этому творшому тандему перемогу. И вот зараз феерычное выступление на «Х-факторы» с композицией вядомой грузинской спевачки Ніно Катамадзе. Выступление прошло очень незаметно, и ощущения непередаваемые. Нужно просто пережить это. Девчина пройшла у другий тур-конкурсу, а пакуль ролики с ее кавер-версиями вядомых композиций у интернете набирают десятки тысяч проглядов. На ютуб-канал «Промашковый» подписано коля десяти тысяч корыстальников, а прихильники ее творчости наводстварают фан-группы. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». И на этом дженны выпуск завершены. Наступный вечерний глядите сёня на телеканале «Беларусь-1» у 18.40. До сустречы!